Татьяна, если вообще не хочешь секса, один раз в месяц после менструации есть желание, и всё. Татьяна, если у вас желание один раз в месяц, а у мужа желание, например, 15 раз в месяц, и вы из этих 15 раз один раз в месяц занимаетесь по собственному желанию, а 14 раз в месяц, потому что мужу надо, то это неплохо, я вам скажу. Более того, это хорошо. Хорошо, вот, а если, как скажем, вы занимаетесь с мужем сексом один раз в месяц, потому что вам так хочется, а ему надо 15 раз, а вы ему оставшиеся 14 раз отказываетесь, говорит, вот тебе, ишь он какой, хочется ему, терпи, вот, и у вас из-за этого в жизни, ну, прям проблемы, ну, прям вообще, прям развод из-за этого, тогда это надо решать, это называется сексуальная дезритмия, вот, и, ну, обращайтесь, будем решать. А если, а если у вас, ну, так вот, смотрите, вот 982, да, то есть вам, предположим, 39 лет, да, допустим, вы замужем, и секс у вас один раз в месяц, и там уже который год, да, и как-то не видно, чтобы муж умирал от этого, и вы тоже как-то нормально к этому относитесь, то есть у вас реально в семье такой гармоничный партнерский секс один раз в месяц, и вы такая сидите и думаете, блин, все пишут про какой-то секс, секс, всем что-то надо, всем что-то надо, а у меня секс только один раз в месяц, наверное, какая-то ненормальная, может, надо больше, да я и не хочу, вот, тогда не слушайте никого. Партнерская норма чрезвычайно пластична и индивидуальна. Если вам с партнером один раз в месяц все отлично, все устраивает, все замечательно, вот, то не надо, как говорится, наводить тень на плетень, морочить голову. Если вам от этого хорошо, то пусть так и будет, один раз в месяц.